доброе время суток с вами программа азия большая игра я ведущий давид эйдерман а у нас сегодня по гостях по скайпу мой старый знакомый сергей веселовский но у нас как-то вот мы знакомы уже лет семь но все время это он меня интервью а я ему отвечал вот я решил что как называется на иврите лишаем шину и ради изменения давай давай попробуем один раз по-другому тем более что я в его фейсбуке прочитал про то что он был в тюмени на учреждении нового движения которое называется новая евразия правильно да да ведь правильно добрый доброе время суток действительно интересное было мероприятие 4 дня мы там провели общались я познакомился с людьми вот ощущение такое как попал советскую армию киргизы таджики туинцы кого только не было люди были из азербайджана из других стран в москве на любом вокзале это есть ощущение но я несколько другом тут вот не было такого как вот кто-то работает кто-то гастарбайтер кто-то приезжает чтобы семью свою прокормить здесь собрались очень умные люди я просто не буду перечислять фамилии все пишут книги многих там труды какие-то кто-то преподает кто-то в журналистикой занимается вот как парень из киргизстана из азербайджана ученый был писатель туинские ребята там еще и песни хорошо поют то есть вот очень очень умные интересные люди мыслящие сомневающиеся и я надеюсь не ударил грязь лицом представляя свой полуостров на этом мероприятии потому что мы да мы многонациональные сами по себе у нас религии культуры все это вот так вот сплетено здорово вместе и вот мы в крыму это такая маленькая евразия и есть и как-то умудряемся жить друг рядом с другом вместе праздновать праздники религиозные и национальные разных национальностей и вообще помню как моя бабушка рассказывала плохо был тот пацан который не мог перейти бега во дворе с пацанами вместе играя там с греческого на итальянский с итальянского на иврит с русского на украинский и так далее то есть спокойно в быту каждый ребенок понимал несколько десятков там фраз и мог общаться со своими сверстниками представителями других национальностей но вот одесса похожая крым такой я единственно не согласен с термином мало евразия потому что вы как раз большая евразия мы когда говорим о государстве который находится и в европе и в азии то безусловно россия является самым большим как вообще сам большим государством есть государства которые больше европе допустим находится это украина допустим даже больше чем российская территория российская европейская территория есть государства которые сильные в азии но именно в евро и как евразия и россия является самой большой евразией и когда мы говорим об этом географически мне все понятно а вот смысловое наполнение я знаю что термин евразия возник двадцатые годы что в советском союзе он стал очень популярны благодаря льву николаевичу кумилёву а что такое евразийство сегодня но практически эти ребята они все гумилёвцы павел зарифолин лидер этого движения он всегда основал все что делает это как раз на гумилёве ну и люди в общем то от по поводу того что мало евразии назвал не россию а крым вот мы такой слепок этой самой евразии где по мне так выявлены ну не знаю когда идут споры а вы 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 отделились от того что называлась цель европы у нас у нас же когда-то в свое время на таврию набегом пришли да так и остались нуга и копчаки вот все вот степные кочевники и привнесли к нам в общем то ту самую большую азию и как-то вот рослись правда не очень хорошо зашли кого-то поубивали потом 300 лет набегами и грабежами жили людей в рабство продавали но тем не менее вот сейчас таки век 21 на колени никто перед ними не становится блм у нас это там как-то по-другому такое не принято вот в общем нормально в крыму в этом плане люди ужились жились друг с другом а вот что касается вот этого самого движения еще люди хотят ну по большому счету вот сейчас ломают головы многие а какая национальная идея над идея сверх идея способна сплотить объединить людей и вот здесь как раз павел зарифулин и предлагает эту свою идею и считает что она действительно объединяющая и россия как страна которая не приемлет и отторгает любой национализм идеи евразийства могут сработать там много интересного ребята рассказывали по этому поводу просто я боюсь что я косноязычно буду пересказывать это будет некрасиво но по сути по своей объединительный стимул и сверх идеи есть и вот если это сверх идея придет на смену вот кем каким-то вот непонятным вот эти вот местечковым гидейкам потребительства и всего того чтобы европейство нам несло то как раз здесь может и сработать и действительно это зерна упадут в подготовленную почву и прорастут вопрос тебе насколько я знаю павла мне несколько раз пришлось с ним встречаться очно и много участвовать дискуссиях в интернете ну так он романтик и вот такое вот романтическое видение мира и так далее и нас тогда скорее всего этот и я бы я полагаю вас звучало и новые скифы и новые скисты и что-нибудь такое это не это не раздражало это вы серьезно романтики они и двигают мир вперед вот я посмотрел просто интересно приехали ребята которые вот захар прилепин александр казаков другие парни те кто и на на в донбассе был вот в эти вот годы были такие вот романтики войны даже мы романтики мира тоже присутствовали мне что понравилось два приветствия зачитывали одно зачитала замечательная девушка от маршала дустума из афганистана на второй зачитал я от главы республики крым сергей валерьевича аксёнова участником и делегатом этой вот конференции которая состоялась ну просто вот одного называют кремским чеки вары а маршала дустума называют афганским чапаевым так вот интересно как то получилось ну и вроде бы что такое вот есть передал привет от я прошу прощения у меня немножко сбивчивая речь все таки все нормально вопрос а что вы конкретно предлагаете это мой главный вопрос и я прошу на него ответить больше ничего конкретно я или конкретно вот эти вот не ну хорошо вот конкретно ты позитив этот это мероприятие в тюмени с душевными людьми хорошей компании с хорошим времяпровождением как вы как ты видишь что конкретно нужно делать ну здесь можно кучу пословиц поговорок русского и других языков народов приводить но дело в том что да действительно когда мы сможем понять что вместе в единстве мы в состоянии не только преодолевать трудности но и решать те проблемы которые еще сами перед собой не поставили и объединившись вот на каких-то этих старых новых основах то есть на этом базисе мы действительно сможем побеждать мы это люди-человеки потому что мы-то эту идею предлагаем не далеко не только вот российской федерации это и республики бывшего советского союза и представители других государств которые и союз не входили вот я просто больше чем уверен что объединительный вот этот вот посыл когда уважение человеку другой культуры другого языка вероисповедание и это взаимное уважение проникновение культур без подавления мной моего собеседника и соседа по планете земля но это на самом деле альтернатива американскому доминированию вот сегодняшним которым мы видим защита от того что называется вот этот садом 2 0 который в которой пытаются человечество зачем-то затащить все понятно нас слишком много нас надо ли войной или еще чем-то сократить проведить чтобы человеков было меньше но вот я считаю что люди не должны умирать от того что меняют себе каким-то путем пол еще что-нибудь пусть люди все живут пусть люди будут все счастливы умны начитаны образованы и уважать должны эти люди друг друга независимо опять-таки от их национальности и всего остального я очень хотел чтобы упала за рифулина той команды которая собирается в него вокруг него на все это получилось ну или хотя бы люди должны об этом знать люди должны это понимать и может быть что-то как руководство действую они и примут когда-то когда царь дарий персидский царь вторгся пространство скифов которые заманивали его в глубь территории а потом этот уничтожали партизанскими партизанской борьбой собственно лишь дав стратегию на многие будущие войны то он написал этот скифскому царю встретитесь в открытом бою дайте сражение тот ответил что типа у нас городов нет нам сражение давать не надо и послал ему еще послание ну дополнительное там была мышка лягушка птичка и пять стрел дарий спросил что это означает ему его советники попытались перевести это так что скифы передали что если вы не будете юркать норки как мыши прыгать как лягушки и летать как птицы то вас достанут наши стрелы потому что само название скифов было стрелочники стреляющие лучники вопрос последний который я хочу задать это какое послание вы передаете вот этому то что вы называете садом 20 западу америки так далее и личное мнение сергея веселов как евразийцы и так далее как ты считаешь возможно ли восстановление советского союза может быть присоединение к россии той или иной республики хотя бы каком-то ведь я думаю что советский союз не вернется для кого так несчастье для кого-то к счастью просто нельзя вступить в одну и ту же реку в одну и ту же воду дважды ну профукали и профукали свой шанс хотя вот многие переживают по этому поводу и говорят как же нормально мы жили одной большой именно семьей в которой общность пытались построить назвать ее советский народ я думаю что россия как имперское государство она действительно будет расширяться вправо влево вверх вниз а за счет кого с кем а тут расширение это может идти не военным путем не скажем государственным а вот у нас сейчас появляется вот эти вот шосс брикс еще что то вот я думаю что будущее нашего мира нормального мира это как раз в появлении таких вот над национальных над государственных структур объединений где может быть у нас и общие вооруженные силы будут при этом суверенное государство от российской федерации суверенное государство рядом там допустим какое-то большое или не очень тоже суверенное государство но нам взаимовыгодно дружить взаимопроникновением культур заниматься и всего остального что полезно но от запада тоже я считаю железным занавесом закрываться не надо с ними надо точно также общаться ну вот наш президент сказал что евросоюз нас не недолюбливает ну и не будем мы с ним вести никаких и меддел мы будем вот с австрии отдельно с венгрии отдельно там с германией отдельно хотите дружить пожалуйста вон даже поляки и чехи уже говорят русские чего вы нас обижаете давайте вот там где нам с вами выгодно мы будем с вами дружить не надо нас не дружескими государствами обзывать в общем я думаю что до тех пор пока владимир путин руководит российской федерации все будет идти в этом направлении неспешно в правовом поле как это было с крымом сколько бы ни кричали сейчас о том что путин аннексировал крым он сделал все в рамках международного права и я благодарен ему потому что я жив остался потому что крым теперь состава россии противном случае нас очень много здесь уже не было на этом свете сохранить все вот в украинском статусе спасибо серёжа с вами была программа азия большая игра я ее ведущий давид эйдельман а у нас в гостях по скайпу был мой старый знакомый сергей веселовский а